Насколько я понимаю, у нас сегодня гость не вполне форматный, у нас сегодня человек корпоративный, человек, сделавший первые большие, я так понимаю, деньги, работая в Яндексе, работая на большую корпорацию, уже потом с этими деньгами и с этим опытом, вернувшийся в малый бизнес, в стартапы, которые он пытается сделать большим. Ну, я не знаю, он большие деньги или маленькие заработал, надо об этом у него спросить. Я знаю, что он занимался в Яндексе выходами на внешний рынок. Ну, то есть, единственным выходом Яндекса в Турции. И у Яндекса ничего не получилось. И я вот чуть не уверен, что Skyeng как-то сильно вышел вовне. Ну, что не мешает ему иметь совершенно очевидный личный успех и подтвержденное личное состояние. Всем бы такую неудачу. Всем привет. Меня зовут Александр Вариновский. Я управляющий партнер Skyeng, онлайн-школы, которая по версии Forbes входит в двадцатку самых дорогих компаний Рунета. Туда я пришел работать с Яндекса, с поста директора по международному развитию. Яндекса сначала как инвестор, а потом и полностью перешел работать в никому еще неизвестный стартап. До этого 20 лет прожил в Сибири, занимался разного рода интернет-проектом, интернет-провайдингом. А родился и вырос на краю маленького городка в пустыне Каракумы. Привет, друзья! Приветствую всех на канале 1С Битрикс для бизнеса. Здесь шоу «Первый миллион. История о первоначальном накоплении капитала». С вами я, Денис Самсонов, мой коллега Павел Кушелев и наш сегодняшний гость Александр Ларьяновский, управляющий партнер компании Skyeng. Всем привет! Давайте начнем. Вот, пожалуй, с чего. У нас здесь были вожди, генеральные директора, независимые директора, а вот управляющего партнера не было ни одного. Это довольно странная должность для бизнеса. Это скорее что-то из мира консалтинга, может быть, фондов прямых инвестиций. Почему управляющий партнер? Значит, наверное, есть и какие-то неуправляющие партнеры в вашей структуре. Управляющий партнер – это совладелец компании, которая еще и работает. Ну, в смысле, все очень просто. Вот. Конечно, у нас есть инвесторы, которые не работают в компании. А кроме самого обозначения, что вы работаете, у вас есть какая-то надпись на кабинете, где сказано, кем именно вы работаете в компании? У меня нет кабинета. Ужас-то какой. У нас ни у кого нет кабинета в компании. Мы не доросли еще до такого уровня, что нам нужны кабинеты, секретарши, ковровые дорожки, что там еще бывает. Корпоративные джеты? О, до этого вообще, по-моему, мало кто еще дорос в России. Есть такие? Нет, ну, есть, но там… Если честно, заработано, они государевы люди. А, окей. Но это стоит в бизнес-плане, дорасти до такого уровня, когда совет директоров будет собираться в бизнес-джете? Мне кажется, это все-таки суперэкономически неэффективно в России. Ну, то есть самолет пока стоит на земле, он там жрет какие-то бесконечные бабки. То есть пока он летит, он еще дешевый. То есть Ларьяновский задумывался, хорошо бы самолет, но вот сколько он будет жрать, пока стоит на земле? Это я еще в Яндексе когда-то спрашивал у Вова же, типа, не хочет ли он купить себе самолет, чтобы не мучиться. Он сказал, что это слишком дорого и неэффективно. Александр, вот вы сами подвели. Давайте мы начнем от печки. От тандыра. От тандыра, или я не знаю, как это называется. У нас мы пытаемся классифицировать людей, которые к нам приходят, и найти вот эту вот точку превращения из нормального советского, а почти все они постсоветские люди, рождены в Советском Союзе, в коммерсанта или в бизнесмена, в предпринимателя. Ну, в топ-менеджеры, я думаю, как некий промежуточный шаг. Так, значит, ну, для этого нужно знать историю. Вот про вас все-таки довольно малоизвестно, кроме того, что вы человек интересной судьбы, каким-то образом попавший в Новосибирск из Туркменистана или как-то там. Самым простым способом. Так, а что такое Туркменистан? Ну, можно? Туркменистан – это такая советская республика была между Казахстаном и Афганистаном. Не перепутать. Да-да-да, там дыни такие есть, гуляби сорт, вот, все любят такие дыни, вот, это вот оттуда как раз. Так, вы там родились? Точно, и вырос. Вот, а мне нравилась химия и биология, я там всякие олимпиады побеждал, вот, а в Советском Союзе за Среднюю Азию отвечало Сибирское отделение Академии наук, которое находилось в Академгородке в Новосибирске. Ну, и, соответственно, куда еще можно поступать, тем более, там, заочную физмоншколу закончил, НГУшную, вот, ну, естественно, надо было поступать в Новосибирск, в общем, самая понятная дорога, куда еще-то. И вы в итоге, судя по всему, не поступили? Не, я завалил математику, и, в общем, ну, через какое-то время я понял, что высшее образование, наверное, мне непонятно, зачем нужно. Ну, Стив Джобс, Билл Гейс, Александр Лореновский, люди, которые сделали карьеру, не окончив. Я не знал, что есть Стиву Джобс и Билл Гейс, я попозже узнал, там, через несколько лет про них, вот, но смысл был в том, что было непонятно, зачем. Ну, то есть, от армии бегать понятно, зачем, а вот высшее образование непонятно, зачем. Ну, и непонятно до сей поры, или вы потом все-таки для себя что-то открыли, что вам что-то не хватало в этом дипломе, который вот так и не получили? Нет, мне все хватило, то есть, еще, я не говорю, что никому не нужно высшее образование, или, наоборот, всем нужно. То есть, я считаю, что есть люди, которым без него плохо, а есть люди, которым оно не нужно. Более того, высшее образование – это просто такая очень абстрактная штука, да, то есть, нельзя одновременно класть на, называть высшим образованием, там, какой-нибудь региональный педвуз, да, МФТИ, хотя и то, и другое, и называется высшим образованием, поэтому давайте все-таки говорить… Хорошо, тогда где вы учились? Вы же где-то учились. У вас были учителя? Если это неформальные профессора на кафедре, то кто? Да, 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 ну, то есть, мне повезло, я там, в первый буквально, там, месяц после «Картошки», я все-таки поступил, ну, там, бросил учиться после первого семестра в технический университет на Новосибирске, вот, и я там сказал, что, типа, пошел на комсомольском собрании, сказал, что, в общем, молодежи себе некуда девать, реально было скучно учиться, вот, мне сказали, а тебе скучно учиться, вот, пошли, сейчас будешь еще работать, и там отвели на студию телевидения, который делал всякие разные фильмы про науку, и сказали, вот, хотите, вот, бесплатные руки, и, в общем, и через… на третий день я понял, что, в общем, я нашел себя, вот, и там прикипел, там был мастер, он старой школы, там, совсем новосибирской студии кинохроники, она, в общем, достаточно известная была в Советском Союзе, вот, и он меня, там, взялся учить, посмотрел на мои горящие глаза, и, в общем, за несколько лет, в общем, сделал какого-то человека даже из меня. Ну, то есть, ваши успехи впоследствии в бизнес-администрировании, они каким-то образом, довольно парадоксальным, опираются именно на опыт кинематографиста? Я думаю, что да, я думаю, что в любом случае, все, что ты делаешь по жизни, оно более-менее одинаково, как бы оно ни выглядело, что, там, режиссура документальная, она именно документальная, не постановочная, она очень сильно, там, связана с тем, что тебе надо все время учиться что-то предсказывать, предугадывать, ты должен примерно себе представлять, как эта штука будет работать, потому что ты не можешь просто написать сценарий, заставить себя делать так, как тебе есть, ты можешь только пытаться сделать так, чтобы реальность показать тем способом, которым ты хочешь, вот, и в, там, собственном бизнесе, это, примерно, та же самая история, вот. Ну, да, потом я, там, через пару, нет, через три года, четыре, я увидел интернет, вот, просто, ну, просто, ну, представьте, да, там, в Советском Союзе ты вообще никогда не думал, что можешь пересечь границу Советского Союза, ну, то есть, ты знаешь, что такие люди есть, но, там, вероятно, что ты попадешь в их число, даже, когда ты маленький, там, мечтатель, ты все равно понимаешь, что нет, никогда, ну, так не бывает. Вот, а тут ты можешь зайти на сайт Белого дома, там, вау, НАСА. И как появление интернета в Академгородке привело... А я жил в общаге, в Академгородке, мне жить негде было, вот, у друзей жил он нелегально, и они сказали, слушай, смотри, мы там клевую штуку увидели, не, ну, компьютеры-то были, конечно, вот, а где, что покажите, вот, просто интересно, ну, то есть, какая-то штука, которая называется интернет, ну, ладно, не важно, как называется, важно, что там можешь посмотреть что-то, чего не существует в обычной жизни. В какой момент появился Яндекс в этой истории, вот мы все время к нему пытаемся подойти? Яндекс в этой истории появился в 97-м году, ну, в смысле, Яндекс сам по себе появился там в 97-м году. Ну, ну, у меня там был 11 друзей, с которым мы жили в общаге, вот, мы что-то начали думать, что там можно сделать, начали искать какие-то гранты, которые тогда достаточно легко было получить на некоммерческую деятельность там в интернете, начали делать какие-то ивенты в интернете, там, День города освещать, там, в 95-м году, там, в Новосибирске, ну, реально, там, или там, всякие вот такого рода какие-то праздники, вот, ну, то есть, начали просто что-то делать, там, как-то... Какие-то простенькие, нет, ну, даже не сайтики, а такие, проекты, сейчас бы это назвали спецпроекты. На сайте города Новосибирска? На каком-нибудь сайте, это я не был никакого сайта города Новосибирска, естественно. Но вы при этом на этом зарабатывали? У нас просто есть теория, что... Мы на этом зарабатывали за счет каких-то благотворителей, которые на это давали деньги. То есть на консервы, как студентов. У нас просто есть теория, что любой человек из Советского Союза должен был попасть в какую-то чашку Петри, где должны были раскрыться его предпринимательские таланты или предрасположенности. У нас прям почти пополам. Половина – это, значит, РЖД, люди, которые поработали там проводниками, как выяснилось, невероятно развивающая, да, в этом отношении профессия. И вторая – это общага. Общага, конечно. То есть вы, как, я не знаю, как бизнесмен или как предприятие, или как просто шинберсант в Таверсар начали в общаге? Почему вообще общага? Ну, то есть, почему я могу объяснить. Потому что не всегда, но очень часто люди, у которых колбаса в холодильнике растет, им не нужно дергаться. Ну, то есть, пока ты живешь, вот у тебя там есть родители, они дают денег, да, там, все нормально, тебе не обязательно делать экстра усилия. А когда у тебя вот этого ничего нету, а кушать хочется, ты начинаешь дергаться. Вот. Поэтому общага, то есть люди, которые в общаге, ну, приезжие, вот, у них шансов добиться больше, потому что им просто у них ничего нет. Они тренируются, они энергичные. Да нет, они непонятные, просто уже кушать хочется. Да. И вот этот момент мне нравится, потому что прям подтверждается данными наших интервью, нашей программы, что человек родом из Советского Союза должен был пройти, ну, какие-то там специфические медные трубы, чтобы стать, значит, каким-то бизнесменом и предпринимателем. И, как известно, это РЖД, ну, то есть, поезда, либо общага. Там, где плохо, там, где все время тебя турзучат, там тебе жрать нечего, вот оттуда выходят. Если помнишь, Евгений Бутман рассказывал про еврейский бизнес, что евреев в СССР учили с детства тому, что они должны работать в пять раз больше, потому что бы доводить семитизм не спит. Вот это преодоление на старте, мне кажется, важно. Преодоление трудностей в стройотряде, в общаге, потому что ты не являешься представителем титульной национальности. Эти трудности вначале являются помощником впоследствии. Ну, я из еврейской семьи, но что-то я предупреждали, что антисемитизм? Может быть, но ничего такого я не помню. Слушайте, ну вот вы жили в общаге, это отличный старт для предпринимателя, вы увидели интернет, это второй шаг навстречу будущему, и в какой момент вы все-таки оказались в Яндексе, каким образом прошла эта дорожка? Ну, то есть сначала, там, по-привеска, это компания, которая, сейчас бы это назвали, там, бутиковое интернет-агентство. Мы делали сайты рекламной кампании всем большим корпорациям, которые вообще, там, в 96-м, 97-м, вот в этих годах, начали смотреть в интернет, там, Альфа-банк, там, что-то было. Вы делали это и в Новосибирске или в Москву? И в Новосибирске, прямо в Новосибирске, в Новосибирске. А потом, значит, в Новосибирске появился такой интернет-фестиваль. Мы подумали, ну, там, что неплохо бы привезти сюда, там, короче, всех ребят из... Потому что Новосибирск, это же географическая столица России, такой центр. Вот, ну, не совсем, но все об этом знают, да. Вот, и типа, давайте привезем сюда всех людей и сделаем такую историю. И то, а приехали ребята из Яндекса, то, а приезжали, там, Носик, там, Лебедев, ну, короче, все вот эти вот большие фигуры приезжали. В общем, мы там познакомились, потому что всех интернетиков можно было собрать, вот в этом зале еще половина зала осталась пустым. Вот, и так или иначе, все, кто что-то делал в интернете, друг друга знали. Ну, просто потому что у нас было очень-очень-очень мало. Не знаю, как сейчас, ну, даже, не знаю, ребят, которые занимаются, там, вакцинами, там, от рака, да, там, они тоже друг друга знают, потому что их не так много в мире, вот, таких вот команд. Ну, просто вот. И, соответственно, там, дальше я в 2003-м бизнес продал, пошел, там, ребята позвали делать, там, альтернативного оператора в Новосибирске. Мы сделали, там, достаточно, мне кажется, очень кайфовый проект. Вот, и когда уже там стало скучно, в очередной свой визит в Яндекс, мне говорят, типа, тебе не надоело, там, может, все-таки переедешь в Москву? Я говорю, да, да, что-то мне надоело. Вот, и в 2008 году я там сел на машину, бросил в казан носки и поехал в Москву. Но первые деньги были заработаны еще в Новосибирске, я правильно понимаю? Это, наверное, продажа бизнеса. Да, да. Ну, это серьезные деньги? Я купил, нет, я квартиру себе купил. Это веха, это прямо что-то изменило в жизни? Ну, конечно. То есть я вообще понял, что это, что это, то есть я до этого не думал, что бизнес – это такой же товар. Я вообще про это так не думал. Ты просто делаешь бизнес, чтобы кушать. Вот, все очень понятно. То есть, вот это, ну, скажем так, первый раз ты начинаешь переходить в какую-то другую когорту, ментальную, не потому что тебя куда-то приняли, а ментальную. Когда, да, когда ты вот понимаешь, что можно сделать бизнес, который кому-то нужен, и он тебе за него готов отдать деньги, и ты можешь думать, что делать дальше. Это вот прям, да, это ты переходишь вот из состояния нищеты, которым, ну, то есть вот такой, ну, все время… Это прямо скачком случилось, да? Вот вчера еще был Роллтон, а сегодня раз – бизнес продан, деньги в кармане, и уже прям другая жизнь. А сейчас у тебя какая-то первая хрущевка, квартира, да, ты, ну, ты даже не думал, как ты ее заработаешь. Ты, в смысле, ты не шел ее зарабатывать? Оно само. А все-таки переход-то, ну, переехали вы каким-то образом, это был уже бизнес, но, так скажем, когда мы впервые встретились с вами, ну, или я так представлял, кто такой Лариновский, это был человек, который занимался международным развитием Яндекса, а международное развитие Яндекса я не очень понимаю, что это такое, кроме одного момента, это самая большая, и попытка Яндекса выйти из границ, собственно, своих, оставить осадную психологию, бу-бу-бу, поход в Турцию, в общем-то, провалившийся. Можно ли считать, что я с маршалом этого похода разговариваю? Да. Ну, вот расскажите, это же… Это полезный опыт. В России, в интернет России, такого второго похода не было. Ну, был еще Майком, у Мэлла… Нет, он меньше, и он как бы не провалился, а как бы так, даже не засох окончательно. Ну, Яндекс с этой точки зрения тоже не провалился. Ну, нет, ну, сейчас, если вы приезжаете в Турцию, вы по каким… хотите куда-нибудь сесть за руль и поехать, вы по каким картам поедете? И гугловской, и яндексовской, и они приблизительно одинаковые. Нет, конечно, Яндекс все еще на голову выше, чем Гугл. Я уверен, что проект бы дальше бы летел, но случился идеальный шторм. Во-первых, случился кризис из-за Крымнаша, ну, и, собственно говоря, понятно стало, что рекламные деньги всегда в кризис припадают, и, соответственно, не до экспансии надо сохранять. Второе, там, в этот же момент начал резко расти андроид, вот, и нужно было переходить от наступления к обороне. Собственно говоря, поэтому-то, в общем, он свернулся. Если бы эти два фактора… ну, хотя бы один из них, а не два одновременно было, то это получился такой идеальный шторм. Александр, простите, пожалуйста, а не только вы ушли? Я так понимаю, кантри-менеджером был Алишер Хасан. Алишер ушел еще раньше, намного раньше. Ну, как бы все ушли. Ушли? Нет, мы ушли, потому что… Вы ушли или вас ушли? Нет, мы ушли. Мы ушли… Скажем так, то есть мы с Алишером были главными турками Яндекса. Ну, просто вот, то есть, реально, Яндекс, и это я его сейчас хвалю, он устроен по принципу, что там любой человек состоит из двух ответов. Я все знаю, я ничего не знаю. То есть, куда ты лезешь, я все знаю и так, что ты мне расскажешь, я про это ничего не знаю. Вот, ну, то есть, туда набирают, пожалуйста, лучших из лучших, поэтому они в чем-то понимают, во всем остальном они говорят, типа, не мое, я не буду делать. А вы турки, вы знали что-то… А мы турки, когда вынуждены… А вот теперь у меня вопрос, и я прошу прощения у Дениса, что я так вцепился, а почему Лыгиновский турок? Алишер Хасанов, я могу себе представить, почему он турок. Туркменистан, наверное. Он родился в Узбекистане, я родился в Туркменистане. И что, вы говорите по-туркменски, а он по-узбекски? Ну, он учился, на самом деле, в Турции. Скажите, что-нибудь, как будто вы туркмен. Все вопросы у меня. Спасибо. Считать до 10 умею. Тем не менее, про Турцию. Если, суммируя ваш ответ, неудача связана с тем, что просто не хватило ресурсов в какой-то момент для экспансии, недооценили необходимые инвестиции. Недооценили. Мы сделали бизнес-план, мы по нему шли. Все было более-менее нормально. Можно было сделать лучше, можно было сделать хуже, непонятно с чем сравнивать. У нас не было ни одного мерила в мире. Никто никогда в жизни… У гугла долю не отъедал. Вот просто не было такого примера. У меня другой вопрос. Есть все-таки одно принципиальное отличие. В России всегда, вот столько, сколько существует Рунет, столько у нас было альтернативы по поиску. Ну, просто всегда. Там еще до, даже до Рамблера у нас было, из чего выбирать. А в Турции и никогда не было. То есть, в смысле, можно сейчас выйти на улицу и спросить наших сограждан, как они выбирают себе поставщика горячей воды домой. Вот. И типа, нравится, не нравится, типа, по каким критериям, что вас не устраивает. Или там, какое солнце больше нравится, да там, какая луна. Ну, то есть, типа, не, ребята, есть вещи, которые уникальны, одни во своей природе. Типа, и Google, он такой же. Поэтому у них просто мысли, что бывает второй поиск, не было. Нам еще и это надо было менять. Есть ли какие-то вещи, которые вы можете рассказать про Яндекс? Ну, например, был ли у вас в Яндексе миллион опцион? Был. Яндекс производит миллионеров из своих сотрудников? Не производит. Это некий стабильный процесс? Ну, сейчас уже, я все-таки там, уже 6-7, почти 7 лет не там. Поэтому, ну, раньше производил, вряд ли он должен был что-то поменять. Ну, скорее, да. Ну, смотри, это первый у нас в программе случай, когда человек заработал свой миллион, будучи наемным сотрудником, при выходе компании на IPO, на опционе. И я таких примеров пока больше не знаю. Прямо красавцы в Яндексе, я такая, это фабрика миллионеров. Ну, так дело не в том, что это фабрика миллионеров, а в том, что больших, известных бизнесов, которые были бы основаны этими миллионерами, особенно и нет. Ну, здесь такое впечатление, что они на такую пенсию выходят. Раз, и все. Что? Я даже из мейла реально больше помню. То ли я не знаю, то ли у них как-то не очень получается. Слушай, а может быть, они просто полностью реализуют свои творческие фантазии в рамках Яндекса, и им просто больше не хочется ничего. Лейстейшн и спокойная пенсия. Сама авторизация, следующий этаж пирамиды Маслоу. Чего? Твоего. В истории Skyeng есть такой непонятный момент с вашим приходом. Вы ушли в Skyeng непосредственно, потому что он появился, либо вы уходили из Яндекса и искали варианты? Где-то весной 2013 года мы закончили формировать турецкую команду. Там появился собственный лидер, там появились уже совсем местные люди, которым нужно было отдать всю власть. И начиная с этого момента, я начал думать, что мне делать дальше. Можно было остаться в Яндексе, то есть совершенно спокойно, найти себе какой-то новый проект. И эта мысль была достаточно долго для меня предпочтительной, потому что сколько лет я работал в Яндексе, столько лет я думал, что я сам себе завидую. То есть это просто идеальная компания, одна из лучших в мире, я так считаю. Если бы мне кто-нибудь рассказал, что можно 40-летнего дядю схантить, который в целом более-менее что-то понимает в психологии, в людях, ну просто иначе бы я не был начальником просто, что ты должен понимать. То есть да, тихим сапом, тихим-тихим, то есть они меня ловили на вызов. Как они до этого догадались, я до сих пор не знаю. Скорее просто интуитивно. Но они, не, не, они прям реально, я когда начал анализировать задним числом, я понял, что это реально были расставленные такие крючочки. И каждый из этих крючочков был хорош. Но при этом надо понимать, что и мне повезло-то очень сильно, ну по факту. Ну то есть... Постфактум. Постфактум. Но нет, скажем так, все-таки я искренне убежден, что люди это принципиально единственное важное условие успеха. Все остальное менее важно. Оно понятно, что хорошо, когда еще есть какие-то ресурсы, что-то еще, но все-таки люди это вот... И качество мозгов не только то, как они думают, но и то, как они дальше тушкой действуют. Ну то есть в смысле вот про проактивность себя вот эта вот история. Расскажите про эти крючки-то, которые... Сколько им было лет? Вам было 40. Им-то сколько? Крючка носа. Ну они еще не закончили ВУЗ там, 23-24. Ну и как вот... Сейчас, значит, сначала они поняли, что мне они интересны, я так думаю. Потому что они действительно реально умели очень быстро думать, очень быстро делать. И ты там что-то с ними обсудил, через там три дня они тебе пишут, что они уже это сделали, попробовали, вот такой результат и все остальное. Ну реально, там, то есть не недели проходят. Вот, потом они действительно вот в смысле нашли способ, как там вклиниваться в мой график, чтобы там я мог уделять этому время. Хотя, в общем, я, ну... К тому моменту еще не был готов к тому, что я этим буду делать. Потом размер рынка, да, там огромный. Потом мы начали что-то придумывать вот эту историю с стандартизацией, да, и нам показалось, что можно действительно сделать вот в некоторую коробку, которая стандартизирует образование. И когда я эту штуку увидел, я понял, сколько там нулей может быть в этом бизнесе. Вот, но тут, конечно, вот, и они видели, видимо, увидели огонек в моих глазах и начали спрашивать, вот, что, а как у тебя там дальше планы после Яндекса, а что ты хочешь, а что там это... И вот как-то, как-то, как-то... Вот, потом они ослабили эту хватку, начали говорить, что, типа, вот, ну, мы ищем инвестиции. Я говорю, да, ребята, я вот уверен, что вы точно справитесь, давайте я дам денег. Вот, ну, а после этого уже легко было, да, там, когда ты уже вот деньгами туда влезешь, уже говоришь, а, ну, может быть, и все остальное, там, часть тебя туда придет. Как вы с ним познакомились? Я читал, по-моему, какую-то очень странную историю, что это было на студенческой вечеринке, и это совсем невероятно. Это была какая-то вечеринка, где, ну, просто там, ну, не корпоратив, а, ну, что-то, я даже не помню. Вот, кто-то из общих знакомых подъел парню, и говорит, вот, тут хотят, у тебя совета спросить, типа, не будет ли время, и мы познакомились, поздоровались, и так это случилось. Вы все время их называете студентами, это часть вашего корпоративного мифа. Но мы-то с вами знаем, да, что, например, один из основателей в момент основания компании уже работал в Goldman Sachs, если я не ошибаюсь, и это как-то не очень афишируется почему-то. Ну, нет, он этого и не скрывает. Нет, ну, в смысле, они реально тогда были по всем формальным признакам студентами физтеха. Но работали в Goldman Sachs? Ну, подрабатывали. Ну, в смысле, вообще студенты часто подрабатывают, это не является антонимом. То есть либо студент, либо работающий. Для меня имидж ребят, сидящих на Ролтоне, немножко рушится, когда я представляю себе даже стажеров в Goldman Sachs команду. Это уже все-таки разные финансовые возможности. Нет, они не работали в Голдмане как в Голмане, они работали, ну, в смысле, там, они работали в собственных проектах людей из Голдмана. Это чуть-чуть не то же самое. Нет, ну, и на Ролтоне они жили после того, когда они ушли оттуда работать, а начали заниматься с Каэнгом. Ну, и на Ролтоне они действительно жили. Это вот не легенда. Расскажите про условия сделки. Мы начали с того, как вы продали свой бизнес. Сейчас вы бизнес приобретали. Вы смотрите на эту историю с двух сторон. И продавца, и покупателя. Как оценивается бизнес? Каким образом ведутся переговоры? Как определяется сумма? Слушайте, ну, на том этапе, когда находилась компания, это вообще совсем про эмоции и очень мало про логику. Ну, то есть, любая инвестиция – это вера. Вообще любая. Потому что, ну, у тебя нет хрустального шара. Ты покупаешь, там, инвестиционное жилье в расчете на то, что оно… Что бы ты ни покупал акции, да, там, ты искренне веришь, там, и сам себя убеждаешь, почему ты в это веришь, что эта штука вырастет. И какие бы аналитические расчеты за этим ни стояли, на вершине всего стоит вера. Вот я смотрел на людей и думал, что-нибудь они сделают. Может быть, не это, может быть, это. Но что-нибудь они сделают. Каким образом вы измерили свою веру и взвесили ее на внутренних весах и получили ровно 300 тысяч, про которые везде говорите? Нет, там, скорее, 300 тысяч было дано, а был вопрос, какая доля за это. Ну, это примерно одно и то же, да, либо сумма, либо доля. Мы знали, они знали, сколько денег нужно тогда, а, соответственно, дальше мы торговались за что. Но, на самом деле, мы не сильно торговались, потому что я понимал, плюс-минус несколько процентов ни на что не повлияет. Ну, а как был определен изначальный уровень, с которого началась эта торговля? Ну, мы что, мы взяли текущий ранрейт, какая-то выручка уже была, умножили ее на 12, сказали, ну что, типа, похоже, что плюс-минус 8-10 выручек при таком темпе роста и при таких вот оборотах кажутся более или менее честными. Умножили одно на другое, получили в лёйшем компании. А какая у вас доля сейчас? Около 10%. Вот после всех уже там следующих инвестиций. А, то есть потом еще ваше участие размывалось следующими инвестициями? Ну, естественно. Насколько вам легко работать с партнерами, которые настолько лет младше вас? Я смотрю на вас, я смотрю на все то, что я знаю о них, и я вижу, ну, такой довольно сильный культурологический разрыв у коллег, я вижу в соцсетях успешный успех, бизнес-молодость, мотиваторы, Робинсон, вот все то, что свойственно нынешним 20-летним, отчасти инфо-предпринимателям. И, с другой стороны, вы человек школы Яндекса и совершенно другой корпоративной культуры. Как вы уживаетесь? Слушайте, мне кажется, разница очень маленькая. То есть все-таки ценности важнее, чем вот эта история про культурологические отличия. Вот в ценностях, если люди не совпадают, вот тут точно ничего нельзя смотреть. А если ценности одинаковые, то совершенно неважно, какие иконы есть у людей. Но вот это увлечение бизнес-молодостью и вот этим направлением у ваших партнеров, оно вас никогда не смущило? Я не понимаю, что плохого в бизнес-молодости. Вот в смысле реально плохого, надо понимать буквально, не в смысле, что хорошего в бизнес-молодости, а что плохого в бизнес-молодости. Ну, плохого может быть то, что люди вместо того, чтобы заниматься реальным образованием, реальными вещами, ну, немножко занимаются шаманством, шаманством. Это моя оценка, я никому не навязываю. Еще раз, давайте берем, я даже не знаю, мне никого региона не хочется обижать, какой-нибудь региональный вуз, который готовит маркетологов, прости господи, юристов и все остальное. Они дают лучшее образование, чем бизнес-молодость? Ну, они берут за это меньше денег. Да ладно, государственных? Давайте посмотрим бюджет страны, которая делится на... Ну, там можно бесплатно учиться, например. Там можно учиться бесплатно в региональном вузе. Нет, нет, деньги на этот... Вопрос, чьи деньги тратятся? В смысле, пока не из собственного кармана? Да нет, там платное отделение тоже есть. Я платил одному ребенку платное образование в Новосибирском государственном техническом университете на факультете бизнеса. Это позор. То, как там учили, а это один из лучших вузов Сибири точно. Это позор. Вот БМ делает в 10 раз лучше, чем эти. То есть и школьное наше образование, на которое тратятся тоже не личные деньги из кармана, а государственные, тоже дает плохое образование. Чего к БМу-то привязались? В смысле, оно учит точно лучше, чем подавляющее большинство вузов страны. И, с моей точки зрения, то, что оно реально делает, оно дает людям вообще хоть какое-то видение, перспектив, что можно делать. В отличие от вузов, которые готовят специалистов, которые не идут работать по специальности совсем. Из БМа больше люди пытаются сделать свой бизнес, чем из большинства, кроме медицинских, там вот таких совсем специализированных вузов, люди потом идут и дальше с этими знаниями что-то делают. Я не говорю, что БМ – это лучшее, что могло случиться, но уж точно оно не хуже, вот если делать объективный рейтинг результативности студентов, то и вот расставить вместе со всеми остальными МБМ, и вот всем-всем-всем-всем, БМ не будет внизу. А вот тут смотри, интересный момент. Впервые за всю нашу беседу очень спокойный, очень эмоционально ровный собеседник прямо перешел в атаку. А что это вы на бизнес-молодость наскочили, подозревая, что мы с тобой не первые, кто ему это ставит на вид. С другой стороны, удивительно, что он говорит, что какой бы ни была бизнес-молодость, она все равно лучше, чем в среднем образовании в России. А чем вообще напали на бизнес-молодость? Вот он спросил, я просто название не вижу. Мне название не очень нравится. А мы старые просто, мы не любим, когда молодость, наверное, дело в этом. Да нет. Это просто говорит о том, что образование в целом в мире настолько заскорудло. Что даже бизнес-молодости-то лучше, чем ничего. Ну, типа того. Ну, это какое-то оправдание того, я думаю, что для вас самих внутренне, того, чем занимаются ваши партнеры. А польза-то от этого BMW для компании есть? Люди идут делать бизнес. Умеют. Люди энергично и делают его. Или все-таки... У любого образования есть несколько ключевых смыслов. Вот первое главное, что твои нейросетки учатся предсказывать, что будет дальше. Это вообще биологический смысл образования. И BMW в этом смысле точно не хуже... Завершая тему бизнес-образования, нет идей, возможно, уже даже не только идей, в рамках Skyeng, на платформе Skyeng, какие-то бизнес-вещи преподавать? Есть. Не бизнес. Скажем так, взрослые дополнительные профессиональные образования не обязательно бизнес. Кажется, что надо делать. Кажется, что здесь запрос на рынке есть. Сколько сейчас стоит Skyeng? Ну, я думаю... Я думаю, что где-то в районе 200 миллионов. Доллар? Ну, естественно. Американский. Слушайте, а есть ли основной рынок бизнеса России? Почему российский клиент, покупая курс Skyeng, платит сразу на Кипр? Даже не знаю. Но мне кажется, что традиционно для большинства российских компаний entity на Кипре было нормой. Сейчас, думаю, как-нибудь это будет меняться. Все-таки вы же выходили за границу. По-моему, начали чуть ли не с любимой Турции. Как там Турция и Skyeng? Никак. Надо учить математику. Срезались-то в результате. Вот на том, что мы до сих пор много чего не понимаем из того, как правильно... Чуть-чуть неправильная коммуникация. А бизнес у нас невысокомаржинальный, если честно, образовательный. Поэтому ты чуть-чуть везде не дорабатываешь, в вороночке продашь, и у тебя экономика не сходится. Кстати, Испания пока хорошо себя показывает. То есть не сама платформа является ценностью, одной платформы недостаточно. Вообще недостаточно. Мне казалось, что вы про платформу. Мне казалось, вы про то, что вы придумали стандарт, формат, платформу, а дальше вы можете ее тиражировать вширь, вверх, географически. Это не так. Образовательный бизнес – это бизнес по работе с мотивацией. Точка. То есть вы на самом деле инфобизнесмены, мотивационно-бизнесмены. Просто надо мотивацию раздавать уметь. Правильно. Сейчас, давайте по-другому. Вы, возможно, встречали людей, которые чему-то... Не вы, конечно, и я. Вот там. И не наши зрители. Которые начинали чему-то учиться и бросали. Конечно. Почему? В зеркале. Почему? Я ленивый. Не понимаю. Еще раз, почему бросали это? Я ленивый? Это что значит? Я ленивый. Это значит, что я лентяй. Слушайте, ну, я даже не знаю. Это значит, что вам просто не нужно было это. Не факт. Ага. То есть с мотивацией были проблемы. Я лентяй, да? Нет, нет, я лентяй не работает. Я лентяй, я не хочу идти в туалет. Я лентяй, я лентяй. Но через какое-то время мотивацию заставляет. Согласен. Так вот, то, что мы делаем, мы делаем вот это. Хочется это называть инфобизнесом, не вопрос, не важно. Важная история, что все образование, это работа с мотивацией. И школьная тоже. Только там мотивация внешняя, ремешок, густик, попе придет, да, если не сделаешь уроки. Ну, то есть в любом случае есть какая-то мотивация там. Она всегда есть. Можно там как угодно шутить, что мотивация для того, чтобы делать что-то не хочешь, потому что что-то хочешь делать, и не нужно мотивация, ты и так уже хочешь. Но в целом, какой бы ты платформу ни сделал, какой бы ты урок ни придумал, какого бы учителя ты ни нашел, ничего не случится, если человек не пришел на урок. Поэтому наш бизнес продолжил, чтобы человек хотел прийти на урок. Это причем касается всего образования, это совсем не про английский. Это совсем не про английский. И поэтому вы сказали, я не знаю, минут 20 назад, или какое-то время назад, что вы были поражены размером рынка. А что за размеры? Почему английский? Почему не математика, если это главный ЕГЭ в нашей стране, мне кажется, основной рынок? А может быть, правильно ходить в туалет? Я не знаю. Почему английский? Потому что английский самый большой рынок. Насколько он большой? Почему именно английский-то? Короче, когда мы начинали, английский даже был больше рынок, чем видео для взрослых в мире. Да вы что? Да. Ну его там еще, надо понимать, подъедают всякие эти снапчаты и прочие. Больше, чем рынок тогдашний такси. То есть, опять же, это был там 12-13 год, еще Uber не так развернулся, еще Яндекс.Такси не так развернулся. Ну то есть вот это реально только российский рынок. Это примерно, ну сейчас рубль немножко упал. Ну, скажем так, полтора миллиарда долларов в год. Это весь российский рынок, только английского языка. И вы из него? Маленькая часть еще. Какая? Я бы не хотел привлекать внимание санитаров. Слушайте, наконец-то мы нашли цифру, которую наш гость отказывается озвучить. Меньше, меньше, конечно, меньше. Меньше третье. Меньше, меньше. Меньше 10%. Слушайте, смотрите, когда вот мы начинали, российский и мировой рынок был устроен так, что игрок номер один занимал 3%. Это кто? Тогда это был English First. English First. А как же его надо выдавать? Еще раз говорю, вот все остальные еще меньше. Прям сильно меньше. То есть их в каждой стране десяток? Тысяч. Ну реально, вот вы сейчас вот идете в любом городе, кроме супермаленьких городков, да, и в спальнике видите, что на один там район там 3-4 таких маленьких языковых школы, которые там на 3-4 дома работают. Нет, я имею в виду дистанционную. Нет, 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 нет никакого дистанционного, все остальное. Есть рынок английского, вот точка. Вот, а все остальное, это некоторое лукавство. Как вот с e-commerce и всем остальным. Есть рынок торговли, вот и есть рынок торговли. Вот, и, соответственно, весь вот он был фантастически фрагментирован. То есть, поэтому то, что мы сейчас... Я, ну, с точки зрения дистанционного английского, да, там, конечно, мы и есть этот рынок сами по себе. Вот, мы его и формируем, по большому счету. Ну, а есть все равно, наверное, конкуренты какие-то. Ну, небольшие все-таки основные наши... Я, ну, по-чесноку это основное, давайте, вот-вот-вот, это не фигурич. Основной наш конкурент это Netflix и Instagram. Вот это главный наш конкурент. Ну, да, сериалы, конечно. Расскажите про ваши отношения с Берингс. Я правильно понимаю, что они все еще у вас сидят и все еще являются партнерами? Чего они от вас ждут? В какой момент они будут выходить? У вас есть эта договоренность? Можно ли ее озвучить? Сколько они сидят в озоне? Лет 20? Ну, вот... Они не спешат? Не-не-не. Беринг, они большие молодцы. Во-первых, они поверили в нас. Ну, то есть мы для них совершенно атипичная инвестиция. Они никогда не инвестили на такой ранней стадии. Вообще никогда. Вот. Но в нас они поверили. И с ними очень легко и комфортно всегда договариваться о чем угодно. Мы прям, ну, душа в душу, в хорошем смысле этого слова живем. Ну, не в смысле, что они нам в душу, а мы им в душу, а в смысле, что это... Слушайте, многие хотели бы, многие бизнесы хотели бы, чтобы к ним вошли фонды прямых инвестиций с длинными деньгами, с дешевыми деньгами, с их связями, с международной экспертизой. Что для этого надо сделать? Что сделать, чтобы к вам пришел фонд, но вот масштабы берингса, либо что-то сопоставимое? Ну, я думаю, что должно быть три вещи. Вы должны достаточно быстро расти, быть прибыльными, хотя бы операционно. Вот. И у вас должны быть очень большие амбиции, как у фаундеров. Вы долго стучались в беринг, в эти двери? Формально года два. Ну, то есть, это было первое, куда я постучался, потому что, ну, я так иначе сидел на борде Яндекса турецкого с берингом, я их знал. Вот. Но это было там понятно, что совсем тогда глупо, потому что в четырнадцатом году мы были неразличимы без увеличительных стекол. Вот. Но прошло года два, и мы, в общем, вернулись к этому разговору. Ваши персональные связи, они сильно сократили этот путь? То есть, если бы вас не было в компании, они могли бы зайти и так же сиделось? Я думаю, что да, могли бы. Просто, может быть, чуть дольше бы договаривались, может быть, нет. Но в смысле понятно, что так или иначе, все равно бы нашли. Просто то, что я с ними сидел, сократило временно взаимное принюхивание. Мы друг друга знали. Вот тут, конечно, я верю не очень, потому что, ну, смотри, наш собеседник сам рассказывает, что, с одной стороны, вроде бы каждый может прийти в Берингс Восток с хорошей идеей и получить инвестицию, но, с другой стороны, их случай уникален. Не до, не после Берингс ни разу не инвестировал в компанию такого крошечного масштаба. В общем, не до конца вели. Думаю, роль личности здесь достаточно велика. Я не знаю, зачем ты так, папа, объясняешься, но совершенно очевидно, что это его знакомый с большой яндексовской работой. Он это не скрывает. Он это не скрывает. Он с ними совсем не знаком. То есть, он пушил. Смотрите, у меня какой бизнес есть. Те говорили, ну да, ну маленький, ну погоди. Но за два года сдались. Ну, к сожалению, мы не можем рекомендовать этот способ, как доступный для всех. Не у каждого есть в партнерах человек, который сидел за одним столом с руководителями фонда прямых инвестиций. Ну, обзаведитесь. Обзаведитесь с нужными знакомствами. Мне бы таки. Нас очень интересует в программе тема инвестирования компании именно на этапе скачкообразного роста. Вот этот момент, когда маленький бизнес, который незаметен без огромной лупы, становится большим. И наши собеседники описывали разные методы. Например, кто-то запускал в себе новых шерохолдеров, продавался партнерам, которые сидят у них. Кто-то говорит, что нужно полагаться на банковские кредиты. Ваш опыт работы с фондом прямых инвестиций, в чем здесь преимущество? В том, что вы с ними соосны. У вас с ними одна и та же задача. Ну, то есть, сейчас не так. Если вы делаете бизнес на продажу, на экзит, неважно IPO это или продажа стратегов... А вы на экзит? Ну, конечно. Мы никогда этого не скрывали. Мы мечтаем дойти до нас дака когда-нибудь, рано или поздно. То есть, экзит IPO, большой экзит. Прям большой. Ну, такой. Взрослый. В этом случае вы с ними очень соосны. У вас одна и та же стратегическая цель. В случае с банковским кредитом нет. У банка одна задача, у вас своя задача. С физиками на борту тоже как повезет. То есть, если у них не изменятся какие-то ценности, приоритеты и обстоятельства, ну, хорошо, изменятся, у вас появятся либо пассажиры, либо они начнут думать, как себя продать и так далее. Ну, то есть, выгода таких длинных денег, что вы идете стратегически в одну и ту же точку. Тактически вы можете думать про какие-то вещи по-разному, но при этом всегда легко договориться о том, для чего мы все-таки это делаем. У меня следующий вопрос. Мы так долго об этом разговариваем. А в чем продукт, собственно? Это не дистанционный. Вы его не так немножечко, по крайней мере, видите изначально. Это был скайп, английский по скайпу. Теперь это, очевидно, не он. При этом это не совсем платформа. При этом она какая-то мотивационная. В чем, собственно, стандартизация? В чем продуктовый подход-то здесь? Можно его как-то коротко... На чем там деньги? Потому что я смотрел одно из ваших интервью. Вы отозвались о Курсере, а это, по-моему, так самая большая база знаний таких университетских, академических. Как о бизнесе, как минимум низкомаржинальном, а, в общем-то, и скорее почти никакой. Не, но я думаю, мы с ними зарабатываем примерно одного и того же порядка деньги. Это при том, что Курсера огромная и глобальная? Ну, то есть, это непонятно. Порядок тот же. То есть, если мы отличаемся, то в разы. И так, почему у вас... Что у вас за продукт, что он вам позволяет зарабатывать столько же, сколько огромная Курсера? Подход к нему. Понятно, что вы учите английский. Ну, и еще и математики, да. Ну, то есть... Но... Наш продукт – это гибрид учителя и алгоритмов. Так. Вот, если уж совсем коротко. Без учителя не работает. А, то есть, самоизучение отказать? Невозможно. А по многим причинам. Во-первых, потому что, ну, вот, когда тебя на урок ждет программка или когда на урок ждет учитель, как-то разные ощущения. Совесть по-разному работает. Ну, да-да-да. Это и есть мотивация, кстати, к вопросу. О, вот. А второе, там, чеки всего, что без людей, ну, очень низкие. Ну, то есть, там, ну, сравните, там, не знаю, поездку на такси, без которой в подавляющем случае мы можем обойтись. Там, и чек на сотовую связь, без которой мы обойтись не можем. Вот, ну, чувствуете разницу? И, там, цифровой товар, и товар с участием человека стоят разные деньги. Вот, поэтому там, где нет оффлайна, вот там, где нет живых людей, там все достаточно грустно. То есть у вас средний чек выше значительно, и за счет этого, собственно, вы и зарабатываете больше это, и подход к стандартизации. Мы дешевле, чем репетитор в Москве, кратно. Вот, при этом, да. А стандартизация заключается в том, что мы контролируем вообще все, что происходит. То есть по секунду, каждый урок, каждая секунда контролируется. И мы четко понимаем, что и как, зачем должно быть. А как, каждая секунда-то? Это что? Я когда с вашим Skyeng'овцем учу, кто-то там смотрит, чем я занимаюсь. Ну, кто-то называется алгоритмом, конечно, потому что нельзя там 30 тысяч уроков в сутки отсматривать. Ну, алгоритм смотрит на меня, ужас. Ну, больше на учителя, чем на вас. Так. Вот, ну да, конечно. Потому что, не, учитель же может плохо провести урок, а может хорошо. И от этого будет зависеть, вы придете на следующий урок, но не придете. Вот, конечно, да. Поэтому, что куда фокус вниманию не направлено, нет ли там каких-нибудь отвлекающих всяких там факторов, там, как человек одет. Ну, все это там, безусловно, формальный признак. Потом дальше у нас есть, ну, там, мы понимаем, какой урок вы сейчас проходите. Мы понимаем, что у вас сейчас на странице, что вот сейчас должна, там, вы должны аудио прослушать, потом поговорить, там. Значит, соответственно, говорить означает, что там что-то говорит ученик в одном канале, что-то говорит учитель в другом канале. Конечно, это все можно замерять более-менее автоматически. То есть, условно говоря, это означает, что общая какая-то программа и учителя на самом деле являются взаимозаменяемыми. То есть, другой может подхватить. Ну, слушайте, ну, у нас там 12 тысяч учителей. 12 тысяч. Я так сказал. Это значит, сколько же 150 тысяч учеников? Чуть меньше. Ну, понятно же, что не у всех там. Ну, кстати, кто-то новый, кто-то старт. Ну, да. Там где-то в среднем один к десяти. И вы сравниваете себя с Курсиерой. Поразительно. Расскажите про планы. Мы вроде бы договорились, что в перспективе у Skyeng выход на IPO на NASDAQ. В какой, в какой примерно временной перспективе? До эпидемии мы думали, что это будет году в 24-м. Сейчас мы уже не знаем. Ну, потому что, с одной стороны, идет рост. Кому война, кому мать родна. Казалось бы, эпидемия, это все для вас. Да, но скорость нашей последние несколько недель мы отстаем от роста курса доллара. Поэтому тут тоже что такое. Ну, то есть, наша экономика не то, чтобы сильно мотивирует нас дальше расти. Ну, 24-й, он, в принципе, довольно близок. Ну, ладно, еще... Ну, если даже это сдвинется на пару лет, все равно это план не на десятилетие. А какие планы у вас? После? Ну, да, например, в том числе. Ну, слушайте, я думаю, что когда Яндекс выходил на IPO, я сидел в одной комнате с людьми, которые это делали. Поэтому я видел, я всегда говорил, что IPO – это худший из позитивных сценариев. Потому что это, ну, невероятно тяжелый, огромный труд. И вот то, что компания должна пройти вот на этом этапе, это прям очень болезненно. Ну, это как раз пару лет, как минимум, уже пора готовиться. наверное, со следующего года начнем потихоньку готовиться, да. Ну, потихоньку, еще раз говорю, надо посмотреть сейчас, куда выведет кривая, поэтому сейчас, в следующие месяцы будет понятно, действительно надо отодвигать еще на пару лет или нет. Ну, то есть, пока все такое. Трудно предсказывать в текущей волатильности вообще что-либо. Изначально по бедности или там еще по каким-то причинам вы стали одной из первых компаний в России, которая практически полностью дистанционно работает, да, внутри. А сейчас… по бедности. да. И, видимо, вы чуть-чуть подражерели, но остались дистанционными, да, или нет? Ну, конечно. А сейчас, ну, то есть, вы абсолютно как бы в карантине себя норм чувствуете, более того, даже цветивать. Мы ничего не заметили, да. Так, а расскажите, как же это сделать? Сколько? Семь лет дистанционки? Да еще у стартапа. Слушайте, а… Где контролеры-контролеров? Да-да-да-да-да. У вас есть шпионская, я не знаю, камеры в домах? Нет? Серьезно? Абсолютно. А как вы? Звоните просто по телефону друг другу? Ну, не, а люди там изобрели всякие скайпы, зумы. Zoom. Да-да, есть компания. Вот. Ну, сейчас мы… Почему мы сделали дистанционно? Потому что, когда ты на уны рассчитывает на то, что к тебе придут крутые ребята работать, как-то невозможно. Типа Луриеновского? Больше одного, то есть, ну, не, кроме совладельцев, ладно, давай так, не, ну, наверное, совладельцев можно было бы еще там сделать еще несколько крутых, но там не хватит на всех вся эта история. Народное IPO, даже не все большие банки, как говорят, проходят. Вот. Поэтому стало понятно, что дистанционка – это возможность нанимать… Ну, и вообще наш корр-бизнес, то есть вот эти вот дистанционные уроки, все дела, там георбитраж… это у вас корр-бизнес, это арбитраж такой. Ну, это все равно, ты все равно должен проводить эти уроки, должен понимать, за что ты деньги берешь. Поэтому все равно нужно учиться всю эту историю контролировать. Вот. То есть, на самом деле, главное, вот, когда берешь книжку, там, ремоут, ну, любую книжку, по тому, как строить дистанционную работу, там написано все правильно. Просто беда в том, что такие ребята, как мы, я не помню, я, по-моему, рассказывал, когда-то эта история. Короче, я в 2009-м, 2000-м пошел понимать, как устроен MLM-бизнес. Вот. И, ну, просто я в какой-то момент времени увидел, что есть такая компания, которая входит в Fortune 500, а я ее не знаю. И там в чем там первых, первых каких-то десятках. Думаю, что это за фигня такая? Пошел, посмотрел, а я там вы. Думаю, вот как, а как вообще, думаю, это была эпоха, когда Гербоваев был страшным ругательством. Вот. И как вообще, то есть, как может быть таким богатым бизнес, которого никакой своей системы дистрибуции нету, кроме облака людей, которые им никто. Вот. Ну, короче, оказалось очень легко попасть в эту секту. Вот. Я там, значит, через буквально несколько недель оказываюсь в городе Герой Алматы на стадионе. Вот. Все, как показывают в фильмах, там выводят каких-то людей. Вот они там бриллиантовые уровни, все такое. И вот эта там школьная уборщица из Усть-Каменогорска, вот она там зарабатывает 10 тысяч долларов. Ну, ты сидишь такой, думаешь, ну, и зачем я в этот спектакль пошел, можно было по телевизору посмотреть, в общем, ну, то есть, а потом через какое-то количество недель я с этой теткой встретился. Вот. И поскольку я из Средней Азии, я могу определить настоящую школьную уборщицу из Усть-Каменогорска от ненастоящей. Это была настоящая. Вот. Полный рот золотых зубов, еще раз говорю, 2000 год, массивная цепочка, вот такая сумочка, шуба, несмотря на теплую погоду. Человек, который внезапно смог реализовать все вот да. И я на нее смотрю, и она еще разговаривает, ну, нормально так. Я на нее смотрю, и вот в этом момент пытаюсь понять, вот это вот смысл вот этой фразы, почему ты такой бедный, если такой умный, да. Вот. Я пытаюсь понять, а как эта штука может быть? Как школьную уборщицу, то есть она не ряженая, ок, я это понял. Ну, там, система прозрачная, ты действительно можешь понять, сколько она зарабатывает, и как эта штука, почему, что в ней такого, что ты, и она, вот эти разные зарплаты у вас, мягко говоря. И спустя какое-то количество недели я понял. Там, вот, то есть, за ними стоит НИИ, научно-сельский институт, который фигачит методики. Ну, просто скрипты. Всяких этих пирамидальных. Да-да-да-да-да-да, просто скрипты. Так что, Лавиновский как-то свою пирамиду сделал с Каленги, к чему мы это ведем. Это я веду к тому, что вот эта тетенька берет пункт 1 инструкции и делает. Потом она берет пункт 2 инструкции и делает. Три, четыре, пять. И ребята, как я, берут эту инструкцию. Так, это понятно, это понятно. Ой, это приколь, я еще не делал. И поэтому ничего не работает. Вот, с дистанционной работой, вот там есть огромное количество мелкой, мерзкой, неприятной рутины. То есть, написать должны пункт 2 инструкции, там, нужно иметь суточный план у твоего сотрудника, ты должен знать, где этот план лежит, ты должен знать, где этот план лежит у сотрудников, твоих сотрудников, ты должен понимать. То есть, нормальный, регулярный операционный менеджмент, так как его задумывали когда-то, который сейчас оброс большим количеством красивых слов, вот, но потерял свою суть. сейчас вот в карантин, опять же, стало бы понятно, что все начали вспоминать про вот эту штуку. Вот. И вот если ты этого не делаешь, то никакой ремонт у тебя не получится. Вы это сделали 7 лет назад. Выбора не было. Так. А почему вы это не продаете как продукт сейчас? Почему вы бизнес не молодете без дистанции новой компании? Как правильно? Мне кажется, что большинство бизнесов справедливо думают, как им этот период пережить, а не как им уйти туда. Вот. Поэтому им сейчас действительно нужно просто вот напрячься и просто дождаться, пока вакцина одна или другая или третья не победит и можно будет реально возвращаться в старый добрый уютный мир. То есть таких компаний, которые реально способны и будут работать на полном дистанции, будет очень мало. Ну и, во-первых, они действительно, то есть во многих случаях материальные объекты исключают эту штуку, да? Ну, то есть врач тебя, конечно, может предиагностировать удаленно, но зуб вырвать точно нет. Ну и далее по тексту. Вот. Но все-таки узы круг таких компаний рынок маленький. Давайте от грустной темы коронавируса перейдем к последнему короткому наше время кончается блоку вопросов. Меня всегда интересует то, что я называю для себя личные инвестиции. Ну, какие-то материальные проявления успеха, которые вы для себя выбрали, что-то, ради чего вы зарабатываете деньги. не поделитесь, что является для вас таким драйвером, что ли, не знаю, автомобиль, самолет, велосипед, книжная коллекция, произведение искусства, доброотворительность. Я очень люблю готовить. Вот. Ну, это дорогое ходь бы. Не самое. Не, ну, в смысле, мне кажется, что повар это не тот, кто умеет там из суперэкзотических там перо дракона с Каморских островов, которые тебе привезли там 16-летняя девственница, а вот тот, кто умеет сделать пюрешку обычную из картошки, так что ты офигел, вот это повар, а все остальное нет. Есть ли какие-то какие-то здесь приоритеты, любимые вины, может быть, крепкие напитки, в которые вы ну, не то что инвестируете, но, в общем, заходите в отделы дорогих супермаркетов? Я не так давно обнаружил прекрасную что, короче, технологию, как можно делать самому дома на стойке вкусно и за 10 минут. Вот. И это сильно поменяло мое ощущение в мире. Вот. Ну, то есть реально там немножко физики, 10 минут и ты можешь сделать напиток вот ровно на один глоток, но тот, который тебе сейчас под настроение больше всего подходит и сочетается с тем, что ты хочешь есть. Вы умеете делать настойку борщ? Не думал на эту тему, но, в общем, я думаю, что легко. Главное, что ты за 10 минут можешь очень быстро научиться. Почему я никогда раньше этого не делал? Потому что ты вот между тем, что ты сделал, между тем, как ты получил результат, прошло 3 недели, и ты уже забыл, что ты делал. Ну, то есть, естественно, ты же не записывал по миллиметрам, и там непонятно, как это улучшить. А когда ты через 10 минут получаешь результат, то ты можешь улучшать, за час сделать 5 итераций. Это основа следующего бизнеса. Я вот как раз хотел сказать, остановитесь, остановитесь, не рассказывайте детали, не рассказывайте подробности. Вполне может быть, что это будет тот самый большой новый бизнес, куда Александр Лариновский придет после, я уверен, успешного IPO на NASDAQ и всех прочих биржах. Друзья, это шоу «Первый миллион» на канале 1S Bittrex для бизнеса. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, особенно, если вам понравился наш сегодняшний разговор, а я уверен, что это так, он был интересный. И увидимся в следующей программе, где не самсонов, Павел Кушклев, Александр Лариновский, управляющий партнер, самый большой в России школы английского языка, Skyeng. Самая большая школа без английского, мы еще уже и математики. Отлично. Пока. И домашка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok